Приветствую вас, уважаемые зрители и читатели интернет-ресурсов megaobzor.com Сегодня мы рассмотрим устройство от компании Lexant Это модель 52V Это роутер, совмещающий все сразу 5 функций Это раздача Wi-Fi сразу на несколько устройств Здесь поддерживается до 20-ти съемный внешний аккумулятор Емкостью 5200 мАч Поддержка 3G модемов USB-хост И слот для microSD-карты А также передача данных по Wi-Fi Говоря проще, это роутер и пауэрбанк То есть можно заряжать смартфоны, планшеты Давайте посмотрим, представляется он в такой вот упаковке компактной Скорее такая упаковка схожа для мобильных телефонов Все аккуратно упаковано Сам роутер Имеется такая сумочка тряпичная Сделано неплохо, но можно здесь, например, добавить кармашек внутри для кабеля microUSB или для переходника USB Было бы еще лучше Имеется переходник USB, попозже я продемонстрировал для чего он нужен Имеется кабель USB, microUSB Инструкция И собственно все Также есть Данная модель стоит 3000 рублей И также есть модель с более емким аккумулятором 7200 мАч То есть она обойдется на 400 рублей Подороже То есть я думаю, что в плане данного устройства Эта стоимость и переплата вполне оправдана То есть мы получаем более емкий аккумулятор И следственно Сможем зарядить смартфон на один цикл больше Такая компактная коробка Серебристая крышка Задняя крышка здесь у нас съемная То есть здесь скрывается аккумулятор И слот для карты microSD То есть можно закинуть фильмы И смотреть, например, этот контент на разных устройствах в этой же домашней сети, создаваемых этим роутером Все собрано достаточно хорошо Скрипа люфта нет Но, к сожалению, еще один момент Вот этот аккумулятор То есть купить отдельно нельзя То есть если вы пожелаете, например, дополнительный аккумулятор Или больше емкости, к сожалению, не получится То есть отдельно они не продаются А так можно было взять дорогу и увеличить время автономной работы По дизайну Здесь у нас имеется кнопка включения-выключения И средний режим, который я обнаружил уже в ходе эксплуатации не в первый день То есть хотя тестировал детально и изучал это устройство Здесь режим C То есть можно чисто заряжать устройство Но Wi-Fi модуль включаться не будет Это очень удобно То есть не тратится лишняя батарейка С этой стороны режим 3G И режим DHCP Кнопка включения То есть мы сейчас его включим Загорается светодиодный индикатор Символизирующий о заряде батареи О активной Wi-Fi сети и подключение И также имеется ряд зеленых светодиодов для индикации батареи То есть 80, 50 и 20% При нажатии на эту кнопку Когда отключается индикация Можно посмотреть уровень зарядки То есть аккумулятор Сейчас я вот нажимаю И у нас должен он показать Вот И вот Где-то Индикация аккумулятора То есть здесь вот у нас имеется кнопка Мы на нее нажимаем И загорается светодиодная индикация Символизирующая заряд Аккумулятор Так Сейчас почему-то он не горит Вот То есть у нас 50% от заряда Теперь давайте посмотрим для чего нужен Вот этот USB переходник Очень удобная штука кстати Мне вот он очень понравился То есть мы выбираем порт Который рассчитан на подключение 3G модема Вот здесь он есть Переводим в 3G режим Вставляем переходник И теперь модем То есть мы будем подключать его вот так Получается совместное удобное использование То есть параллельно корпусу И компактно все это у нас Модем не перегибается При перегреве не будет проблем С коннектором Где-то на холодный старт Вот сейчас вот я подключил И вот он начинает работать Примерно 1-2 минуты максимум То есть Но к сожалению не поддерживаются у нас Модемы LTE То есть я пробовал тоже на Модемах и мегафонах К сожалению они Не подхватились Снизу имеется порт Для зарядки microUSB Но в комплекте нет К сожалению сетевого адаптера То есть заряжать Данный накопитель Через USB разъем компьютера Где-то будет примерно Но я думаю что на 1 ночь Будет примерно занимать зарядка При подключении через сетевого адаптера Время сокращается примерно до 3,5-4 часов На зарядку Телефона С нуля до 100% Требуется примерно 4 часа У меня здесь емкость 2000 мА в час То есть примерно 4 часа Нужно на зарядку Хватает на 2 цикла Зарядки телефона Сейчас он подключился Все идет зарядка Очень удобно Но Есть небольшой момент То есть во время тестов Примерно скорость При подключении модема Напрямую В компьютер Была Выше на 20-25% Чем В данном режиме На Самом роутере То есть предполагаю Что Видимо из-за совместной работы Wi-Fi и Модема 3G То есть есть какие-то Ограничения или накладки Возможно процессор не успевает Обработаться Но вот такая особенность есть То есть чуть-чуть Работает помедленнее До 20 устройств Мы можем подключать В одну сеть Рекомендую При первом подключении Сразу установить Защитный пароль На Wi-Fi сеть То есть по умолчанию Здесь его нет Такое получается У нас устройство Александр 52V LPB Устройство мне Понравилось Есть конечно свои У него Большие но То есть Но я думаю Что все это Исправляемо И Лично для меня Наибольший интерес У данного Рутера Представляет именно Часть отвечающая За зарядку Телефона То есть здесь Она выполнена Отлично Если есть нарекания По работе Wi-Fi Больше В плане Организации работы То Именно по Зарядке Телефона Никаких проблем нет У компании Александр Это первый опыт По созданию Подобных Рона Гаджетов То есть они Известны более По видеорегистраторам Или например Навигаторам То есть у них Неплохие модельки Но теперь есть И роутеры Вас же я благодарю За внимание С удовольствием Отвечу на ваши вопросы В комментариях Подписывайтесь на наш канал Впереди еще много Интересного Интересного